Встреча с Петербургом Мы туда сейчас, там где в сутриней кознах, в Арсово, в обественной системе, потом религии, где сегодня Франция, это в Крепин. В сегодняшнее время несколько павильонов там восстановлены, для отдыха павильонов, а раньше были это сады, где я погулял, павильоны, кёшка называется, кёшка. Французы это слово как кёск, на русский как кёск, кёшка вообще-то, кёск, 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 беседки для отдыха, поняли? И ещё назывался двор Кюрпанов. Сегодня вечером ещё двор Кюрпанов говорил. В 1612 году, что-то на первые имена, в мечети, в которой мы были сегодня в Испании, подарил Кюрпан послан Кюрпанс. Французы называли Кюрпан Кюрпан. В 17 веке, в русский язык, французский язык, Кюрпан. В 17 веке, в 18 веке, в 19 веке, в 19 веке, в 19 веке. Я помню, что я так итак покажу вам этой шоке. Ну что, диван говорим, диван всё. Места заседания его арабской шоке над диваном, бабка на правосуде, откуда объявлялись решения дивана. Также субъектные решения, потом военные, потом смертные, тоже отсюда обвиняют. И вам, знаете ли, что 19 всего министров, 19. Сегодня вот у нас в Анкаре принесли диктриста к министрам, и тот друг другу еще по морде дают, с извинением. Мы поняли, что хочу сказать, да. Отомания. Значит, это не знак. Знак повторяет, 15 век убирается. Только по способностям. Один раб даже мог стать министром, это очень хитро встать. И даже была такая служба, в которой служба искали умных, способных детей. Представьте себе, сегодня такая система, у американцев есть еще. Значит, другая служба искали сильных, физически здоровых, и трех срок правил. А что на Химонской учреждении, например? Поняли вот. Сегодня это основа. И тех умных, которые собирали, их не интересует. Он не древний, не рожденный, а рожденный, а рожденный, или паузар, или армяник. Его интересует, что пашка у него работала. Вот это, это самое-самое. И потом они забирали сюда. Севрик обучали. Потом они бывали чиновниками. Потом министры могут стать впереди. Вот поэтому, когда посмотрим диван, увидим и сербов, и армян, и греков, и славян, и турков. Понимаете ли, вот, если одна болгарка, например, была родной в гареме, она будет родной до завоевания Балгарии. После завоевания Балгарии, Балканов, она уже граждан в Азии, поэтому она не работающая. Это не система колоний, как на Западе была, а другая система. Это Мангарция, кстати. Султан не участвовал, но, конечно же, может слышать там закон. Вот там есть план Волгодонского канала, 16-й век это, и начали строиться, начали. Но там, с Москвой, у нас и военные были такие напряженные отношения. Сулейман занят все европейскими странами, и Москва тоже не оставляет их покой строителей, никак не смогли продолжить. Но начали принимать это решение. Значит, мы не там открыт этот зал, кстати, где сейчас выставляются шоссе. Вот примерно здесь нельзя фотографировать. Это именно прислуга. Ну и ладно, все мы грешны, вот. Если вдруг хозяин стоит какой-то грех и будет своей наложницей, она родит ему ребенка. Ребенок не может отвечать за эти грехи отца и матери. Поэтому для того, чтобы ребенок был защищен, опять же впервые в Коране даются все права этому ребенку. Поэтому султан, если даже не женится, а просто от какой-то наложницы имеет ребенка, этот ребенок имеет официальные права. В Европе не имеет, от любовницы, например, король имеет ребенка, этот ребенок не имеет такие права, он здесь имел. До 16-го были политические враги потомств, поэтому они просто перестали. Потому что так и так все наши васалы, без смысла уже ключевских врагов. Например, Сулеймана, мама, дочка крымского татарского храма. А кто он наш вошел? Зачем тогда этот гаджет создавать им нет? Вместо плана. Хочу вам показать описание Багдадский павильон, потому что это стиль жилых помещений в Багдадский павильон. Чем больше пополов будет в программе, тем стабильнее будет кран. Кроме того, что это ресурс, в том числе амортизация в росту, амортизация никакого яйца. Сама эта известная комната. Заходим в кран, который 6-го века уже, 110-го века. Мрамор, где здесь симметрия. Ладно, скажем, что здесь нахрен не возникнет. Но обратите внимание, например, вот эту штучку, это цельный кусок, там в сердце прямо, видели? Это цельный кусок мрамора, такого не найти. Вечность означает, вечность в религии, вечность храма. Симметрия – это вечность. В центрах купола глянки восьмиконечнике рассказывали, кресты всегда были открыты. Я не зря сегодня говорил. В 20-м веке мы изрубили эти храмы, а люди в 15-м веке даже кресты собрали. Кто больше варвар, надо задуматься, правда. Гляньте, полностью мозаика закрылась. Один из императоров африенских лев, 6-й, на кореях был Иисусом Христом. Здесь так, только лица их не были закрыты, только лица. Потом, там у нас в этой цифонке, в этой позиции, еще раз Константина Юссиняна. Вот один из цифонок, в одной системе. Поняли, вот такие входы отъезды. Вход для императора. На каждом ходе огромные занавески с двуглавыми орлами. В герб по Бизантии знают, Россия знает, да, в Бизантию этот герб. Здесь то, что вот видим, значит, эти места для солдат. Вот эти вот, поняли, в этом протертый мрамор, 916, постоянно службы, одним и тем же образом были. И сейчас здесь были солдаты. А там мрамор потирать, по сравнению. Сейчас, конечно, если тебе это так не говорю, надо просто забыть. Как не прощать кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем. Вот эти огромные арки. Это самые грузные. О, красивые. Арки, значит... В советское время я помню учебники, которые очень разговаривают. Рима Словития был. Оставки Рим в Месопоталии. Какой теперь Рим? В Риме только купол придумал. Все остальное, они просто усовершенствовали. Тонели, которые есть на Урале даже, в России. Тонели, которые у нас есть 15 лет. Это такая же тема. Здесь только вот сложность полностью, слишком большая арка. Арки 4 сделайте. Потом уже вплотную кирпичную стены сделайте. Потом это самое кольцо для... Как его? Последнее для купола. И потом множество арок по куполу. Между арками заполняете специальным кирпичом из острова Ротас. Это, конечно, легкий кирпич специальный. 57 центров купола. На палатах не все византийской эпохи, вот понятное дело. Вот, гляньте, вот она, аквасимметрия. Это Византия. Там дальше есть такие, которые не византии. Полтора тысяч лет ходят по этим плиткам. Понятно, что могут сломаться на местах. Это логично. А здесь можно снимать? Можно, можно. 916 – это карнаван. Уже здесь проходили. Справа архангел, говорю. Слева должен быть Михаил. Нет, нет. Почему 6-го? Это не могут быть изображения. Потому что Византий изобретил лица в 8 веке. Иконоборчество. Совершенно верно. Икона запрещается. Икона – это идолопоклонничество. Икону уничтожает во всей империи. В 9 веке снова иконолюбители побеждаются. Поняли, да? В 9 веке только иконолюбители побеждаются. Эти что-то странно посмотрели? Хотел нарыгаться, но не можно. Просто в последнее время я перебью себя очень часто делаю замечание людям, которые подходят группам наших зимой. Потому что моя знакомая была с немцами. Знаете? Она моя знакомая. Она вот заметила, когда такие выручки писали. Крикнул и ушли. Ладно. Не будем плохой думать. Но я специальник на самом деле. Понятно, что здесь мы учимы ждем. Поэтому не обращайтесь к нам, что так я странно смотрю на них. На некоторые. Так. Поняли, да, почему? В 9 веке снова иконолюбители побеждают. Поэтому с 9 по 13 век здесь изображения. Мария. Да. Почему мы так творим? Потому что охрань ей посвящается. Мудросту Марии. Поэтому. Последнее то, что открыли, я вам скажу, вот это лицо. Там наш друг работал тоже. Только одно лицо. Херуемика. Архангел Херубин. Крылья, где находится. В 8 лет только лицо очищали. Очень долго. Это очень медленная работа. Когда вы убираете эту штукатурку, которую закрывал лицо, не должны прикасаться к мозаике. Это очень опасно. Юмедленная работа это. Дело не в деньгах. Дело во времени просто. Поэтому краски нельзя. Потому что там исследование, что под краской есть. Краска-то покраска. Мы же заведем, что там краски. Дело не в краске только. В 4 углах купола есть архангелы. Сейчас все эти леса стоят из-за того, что второе лицо очищает. А до лица Херубина вот патриархов открыли. Пять патриархов открыли. Вот они. Пять из двух открыли. Здесь должны быть между окнами фрески. Ангелов должны были быть. Фрески, понятно, не могут быть сегодня уже. Невозможно. Ну вот базайки видны. На колоннах. Везде на капителях инициалы Юстиньяна. Вот в кругах. Это инициалы императора Юстиньян, который строит Крафт. Во время строительства, как везде в Мерикангуру. Заканчиваешь рабочий день, получаешь деньги. Но Юстиньян как-то решил поменять эту систему. Почему? Юстиньян заметил, как к вечеру они медленнее начинают работать. Ну это нормально. Я тоже скоро начну сейчас в СССР. И вы этого делаете на работу. Согласитесь. Скорее уже это мой тип. Нет, ребят, сказал Юстиньян. Так не пойдет. Почему не пойдет так? Потому что Ден Шавстиньян сказал. Я буду вам платить за работу, а не Ден Шавстиньян. Хочешь эту работу там свою сделать за неделю, хочешь создать ее. Аккордная система. Впервые долгую систему. Поняли вас? Впервые официально Юстиньян. Аккордную систему официально нужно знать. И действительно помогло. Пять лет, десять месяцев, двадцать четыре дней. Кот Вамши Кевер, архитектор Исизороса и Амфимица главные, которые были здесь вставили. Очень многое пострадало. Пострадал Крафт. Очень серьезно пострадал во время Латвии Звеноши. В тринадцатом веке много чего вывезли. Латино, к сожалению, ничего хорошего не сделали. Мощи, которые сегодня в патриархии. Иоанн Затауста, Григорий Багастин. Все отсюда вывезли. Подсевавшими турками. И люди спрятались в главном храме. Святой Софей. Султан дошел до храма. Везде одни тропы. Везде кровь. И поклонился. Увидел, как двое начало ломать мозаи. Убил своих солдат солдат. И сказал, без моего разрешения никто не будет трогать ничего. Ни мы, те, которые будем уничтожать пяти чудесами. Потом заходит сюда. Как может такое человек построиться? Говорит сам Султан. Ну, кстати, 22 года в этом году. Очень интересная вещь инвестия. Но тот же Султан, но что храм в ужасном состоянии. А это нормально. Потому что последние годы в Византии падение. А денег же нет на восстановление. Когда падение уже. Поэтому, знаете, что было такое. Обращение его к людям, которые здесь. Моя война не с вами. Верните свои дома. И будьте спокойны в своей жизни. И о своем неуществе. Для вас стрелка правителей меняется. Больше ничего. Вы уже мои граждане. Я знаю, что ваш патриарх сбежал. Выберите себе нового патриарха. Я выберу для него место. Что я имел в виду? 14-го завоевания Константинополя. Предпоследний император Иоанн соглашается с условиями Папы. Для всего православного мира это предательство своей верой. Потому что Папа не призвал православия. Почему согласился? Потому что надеется на помощь Запада против турков. Но так и так этой помощи не было до последнего момента. Очередной раз в Запад обманул этот остров. Как всегда. И это султан отлично знал. Султан не дурачок. Даже когда Папа ему пишет письмо, он об этом говорит, как он обманул без обидцов. Да, правительственный храм и превращается мечеть души. Что изменилось? Алтар был, значит, алтар убрали. Потому что это христианство. Иконостасы появляются позже. Иконостасы обмена ограничения. Поставили мекратор. Мекратор должен быть на сторону мекки. Мекка с этой точки на юго-восток. Поэтому не ровно в центре. Крам же на восток смотрит, понятное дело. А мекка на юго-восток. И вот здесь правее. На юго-восток. Поэтому в центре. Ниндер ставят уходы. Ниндер для пятничных и праздничных молитв. Вот. Потом лица штукатурят. Сначала полотенцем, потом штукатурят. Но удивительно, что в мозаике сохранилось. В 17-18 веках многие путешественники об этом говорят. Заходя в Софию, мы видим там фигуры. Только лица закрыты. Поняли его? Только лица. В 18 веке сделаются эти огромные недалекые. Самый большой надпись «Аллах в мире» это. Вот это вот как сказали. Самый большой в мире. Слева Мухаммадж написано. И дальше имена первых калифов. Также султанская ложа заново строится. Тот же. В 18 веке. Начало 19 века. Вот это уже. Вот это то, что позже добавляет. Уже от подарочек. Поняли? Уже. 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 Симпатского депутата не оставили. С Rom. 18 века. Уже 30 веков. Уже 7-го церковной заново. В 13 веке. Опять на рассказе Гаспарио из Обе Фассаг началась заниматься мозаиками. Но Гаспарио специально говорит так. В Великом синоде мы нашли изображение Иисуса, Который изображение служил как модель для будущих иконописей во всем мире. Перед нами райский ворота, райский ворота, проход, противник и силы. Вот у нас не подпечатался и перенесли еще, но я решила, что не так уходили. То есть деньги пополняют. Пример, Евгения Олега пришла к дедушнице. Пока она не пришла, она не попадет в официальная. Здесь это не купе, не в этой мужчине, но официальная одни народы, это несколько. Например, в Казе Немеце, там Леша Евгеньского, Лёха Алексея. И на двух мозаиках императоры показывали, что сделали тарение Франции. Поэтому деньги, поэтому деньги. Девочки, там документы, если не пишут, еще документы. Но здесь этот мозаик интересный. Константин Мономах и Зоя. Лица и тела разной эпохи. Зоечка, она аутхимией занималась, слишком любила мужиков, кстати. И вот обожала мужчину. Когда умирает император и ее муж. Когда этот второй муж, когда умирали вообще. Первая тоже страна умирает, и вторая страна умирает. Вот ей где-то 62 года уже. Она, так как не было сына, должна выйти замуж, чтобы был император. Она выбрала себе молодого красавца Константина. Генерал Константин, которого обожали там аристократские все. Высокий, встроенный. Ни одной потерянной воинок не имел этот мозг. И Мономах, как называли его. Мономах, герой. Значит, герой Константин. Ну, сколько он вернее встанется, другая проблема. Сколько встанется вернее. Он, когда на 25 лет он тем более моложе его, кстати. Но, должно быть, тогда именно убрали лица прежних императоров. И поставили они свои лица. Поэтому лица и тела разных эпох. В ни одно и то же время. Там сверху только Василий не даст. Василеус император. Романус ромай. Римляне. Означает. Римский император. Василеус романус. Поняли, да? Сегодня не зря вам говорю. Древнегреческое письмо. Но это не означает, что греки это были. Например. Например, Юстиниан, который строит Македонцам. Константин Великийспанцам. И так далее. Субтитры сделал DimaTorzok